Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Бельгийский улов. Чем завершилась масштабная операция по задержанию террористов в Брюсселе? Уголовное селфи. За что американский пожарный загремел за решетку на 20 лет? Охота с огнестрелом. Попытка ограбления инкассаторов в Запорожской области. Удалось ли охранникам защитить сейф? Полицейская эпидемия. На кого винницкие полисмены вешали фейковые дела? И мы начнем с зоны АТО. Сегодня боевики обстреляли поселок Чермалык. Это мариупольское направление. Впервые за много месяцев снаряды взрывались не на позициях, а прямо посреди сельских улиц и дворов. В Широкине противник целый день ведет огонь из минометов по нашим морпехам. Канонада слышна даже в Мариуполе. Все подробности расскажет Руслан Смещук. Поселок Чермалык находится на самой линии фронта. Впрочем, последние полгода здесь было относительно спокойно. До тех пор, пока полтора десятка минных снарядов не ударили вот по этой улице. Скорее всего, боевики били по украинским позициям поблизости. Но промахнулись, в результате мины упали во дворах местных жителей. Чего на мариупольском направлении не было уже несколько месяцев. Упали ночью, когда большинство людей уже спали. Ну а кто был на улице, прятались где кто мог. Лидия Алексеевна в туалете. И вот туда выскочила, а я тут стояла. А я то не бегом и в туалет. Ползла, поползла. А в доме никого не было? Были, спал там муж. Ни Лидия Алексеевна, ни ее муж не пострадали. Повезло и Ивану с семьей. Шрапнель прошила окно, влетела в комнату, чудом не убив его шестилетнюю дочь. Она спала рядом с окном. Она сквозь пролетела, а там ребенок спал. Начала бахать, мы быстренько там у нас комната глухая, без окон, все туда и сидели там. Пережидать пришлось около часа. Осколки разбили окна и посекли стены, чудом не повредив газовую трубу. Оно, оно мягенькое осталось. Да, оно как-то удачно зашло. А вот соседей Ивана спас в сарай. Я думал, там взрывается. Оно у меня здесь за сараем взрывалось. Они вот так вот, вот так летели снаряды, вот так посыпало. И вот у родителей. Того захватило, меня захватило. Родители, и он, к раннему еще тоже окно пробило. В результате обстрела Чермалыка пострадали минимум 7 домов. На этот раз обошлось без жертв. Напряженная ситуация и в других точках Мариупольского направления. Полыхает почти вся линия разграничения. В Широкино с утра не прекращаются минометные обстрелы. Зафиксировано 15 обстрелов вдоль всей линии разграничения. Это Маренко, Водяное, Широкино, Павлополь. В Широкино обстрел начался в 10 утра. Огонь хаотичный. Две-три мины выпускаются. И затем боевики ждут ответного огня. Если его нет, опять повторяют обстрел. И так это продолжается на протяжении дня. Таким образом, боевики пытаются спровоцировать армейцев на ответный огонь и эскалацию конфликта. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Украинского пледника Олега Сенцова могут вернуть на родину через 1-2 месяца. Именно столько времени понадобится Верховному суду России, чтобы рассмотреть вопрос о передаче украинского режиссера. Об этом заявил его адвокат Светлана Сидоркина. Из всех условий передачи защиту больше всего беспокоит пункт о наличии у крымчанина Сенцова украинского гражданства. Поскольку в результате аннексии Крыма России все жители полуострова автоматически становились россиянами. А что может послужить основанием для освобождения не только Сенцова, но и Савченко, рассказал адвокат украинской летчицы Марк Фегин. А выдача осужденных 83-го года Страсбургская, в которой участвует как бы и Россия, и Украина, вы знаете, путь этот опробирован, поскольку вот ровно сейчас по запросу Министерства юстиции Украины этот вопрос решается в отношении четверых украинских граждан Сенцова, Корченко, соответственно, Афанасьева и Сувашенко. Там есть условия определенные, выдачи по конвенции, и они будут соблюдаться. И сегодня же в Министерстве иностранных дел Украины сообщили о том, что состояние Надежды Савченко резко ухудшилось. Она четвертый день продолжает сухую голодовку, и по данным МИДа, к ней не допускают украинских врачей. Голодный протест в Одессе. Один из обвиняемых в организации беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе, россиянин Евгений Мефедов объявил голодовку. Что он хочет этим доказать и повлияет ли это на ход дела, выясняли наши корреспонденты. Малиновский райсуд Одессы здесь изучают пока только один эпизод беспорядков 2 мая. Речь о событиях в центре города, когда во время первых уличных столкновений погибли шестеро активистов. Все обвиняемые, по данным прокуратуры, сторонники антимайдана. Их 25 под стражей. Один Евгений Мефедов, гражданин России. Адвокаты в очередной раз просят выпустить его под залог, мол, против него нет никаких доказательств. Но судьи оставляют россиянина под арестом еще на месяц. Мефедов в ответ объявляет сухую голодовку. Это момент освобождения. Сколько можно играться? Никаких фактов, чтобы держать меня здесь нет. У стороны обвинения свои аргументы. В ближайшее время в суде собираются заслушать свидетеля, на которого Мефедов, будь он на свободе, мог бы повлиять. Есть и другие риски. Это переходить из органа досудового расследования, впливать на свидетельствующих потерпелых и выполнять другие криминальные правопорушения. Следующее заседание 13 апреля. По второму эпизоду трагических событий 2 мая в Одессе, пожару в Доме профсоюза, в результате которого погибли 42 человека, до сих пор, спустя почти два года, продолжается досудебное расследование. Назначаются новые экспертизы. Никто не задержан. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер Одесса. Фракция оппозиционного блока обратилась к дипломатическим представительствам стран Большой Семерки с просьбой содействовать расследованию трагедии 2 мая в Одессе. Депутаты заявляют, что за два года следствие по этому делу не продвинулось. И выяснение всех обстоятельств трагедии затягивается искусственно. Убаблок просит дипломатов поддержать законное расследование трагических событий в Одессе. Со своей стороны, оппозиционеры готовят обращение в Европейский суд по правам человека. Россия заблокировала транзит украинских конфет через свою территорию. По словам главы Ассоциации УкрКонтПром Александра Балдынюка, россияне возвращают вагоны с украинской кондитеркой, которые направлялись в Среднюю Азию. Вместе с тем, в Министерстве экономики пока не подтвердили этот запрет на транзит украинской кондитерской продукции через Россию. Брюссельский капкан. Сегодня в одном из районов бельгийской столицы завершилась масштабная операция по задержанию террористов. Кого удалось поймать полицейским и сколько еще участников парижских и брюссельских взрывов все еще остается на свободе. Подробнее София Гордиенко. Когда в районе Андерлефт в Брюсселе среди бела дня лицом в асфальт уложили прохожего, местные жители взялись за мобильные телефоны и стали ждать официального объявления о том, кто же попался на этот раз. О, смотри, что происходит. То ли удача, то ли хорошо спланированная операция, задержаны подельники террористов. Самый важный, предположительно, человек в Панаме из аэропорта Мухаммед Абрини. Его разыскивали почти пять месяцев и после ноябрьских терактов. Этот парень приехал в Париж за своим другом детства и соратником Салахом Абдесламом. Их обоих зафиксировали камеры наблюдения на заправках. Следователи пока не разглашают детали, а только подтверждают личность. Отпечатки Абрини были найдены не только в квартирах, где готовились теракты, и скрывался Салах Абдеслам, но и в автомобиле Рено Клио, использовавшемся во время парижских атак. Всего вчера вечером арестовали пять человек. Калит Эдбакуи и Асама Краин были объявлены ранее в розыск и зафиксированы на камерах наблюдения станции метро Майльбек, где произошел теракт. Еще один человек проходил подделу группировки Шариат для Бельгии. Это были люди, которые годами фактически вербовали молодежь в Сирию. И хотя прокуроры отчитались о проделанной работе и объявили об окончании операции, стало известно, что сегодня европейский квартал снова оцеплен. Проводятся обыски в квартирах, пока не сообщают даже кого ищут. София Гордиенко, Василий Трюшковский. Подробности телеканал Интер Бельгия Брюссель. И сразу два теракта за сегодняшний день в Сомали. Сначала взорвалась бомба, заложенная в одном из припаркованных автомобилей в столице Магадиша. Там погибли три человека, еще пятеро ранены. Второй теракт унес жизни восьми жителей города Галькао в центральной части страны. Там террорист-смертник подорвал себя в отеле. Полицейский фриланс. В Виннице разоблачили троих сотрудников полиции, которые в качестве дополнительного заработка фабриковали дела. А за то, чтобы не давать им ход, требовали взятку. Схема дала сбой, когда полицейские обвинили в хранении наркотиков одного из местных жителей. Устроили в квартире обыск, после чего, забрав паспорт и наличные, сообщили, что за пять тысяч долларов вернут и документы, а также не станут открывать уголовное производство. Мужчина пошел в полицию. Махинаторов задержали прямо в момент получения денег. У одного из них нашли коноплю, у второго боевые патроны различного калибра. Им грозит до десяти лет тюрьмы. У всех трех работников полиции выбрали обязательные заходы в виде держания под вартою с визначением размера заставы в 110 тысяч гривен. Это инспектори полиции, они все молодые, 92-го года. Они работали, это не новая патрульная полиция, которая сейчас работает, была введена, вы видите, и все на дорогах города. Это старые противники полиции. В Днепропетровске полковника надгвардии задержали задачу взятки. Замначальника тыла одного из территориальных управлений НГУ хотел откупиться от следствия. За 130 тысяч гривен он просил военного прокурора закрыть уголовное производство против него за присвоение бюджетных денег во время закупки продуктов питания для солдат. Деньги он планировал передать в одном из ресторанов Днепропетровска. Там его, собственно, и задержали. И если окажется, что это не единичный случай в его практике, то полковнику светит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Боевики наращивают свое присутствие на линии разграничения, а вместе с этим растет и количество обстрелов украинских позиций. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак. Сегодня он вместе с родными Геннадия Беличенко, украинского офицера, который стал первой жертвой необъявленной войны на Донбассе, почтил память погибших во время боев за освобождение Славянска. Из Донецкой области Ярослав Кречко. Едва сдерживая слезы, мать кладет голову на плечо сыну. Сегодня они впервые на месте гибели мужа и отца Геннадия Беличенко. Офицер СБУ был убит 13 апреля 2014. Он стал первым погибшим в тогда еще необъявленной антитеррористической операции на Донбассе. Он был добрый и скромный, как мой офицер. Андрей и Олег также участвовали в том бою. Группа прочесывала местность, собирала данные для разблокирования украинских блокпостов. На следующий день уже официально объявили АТО. В окрестностях Славянска сейчас не один памятный знак. Вот на этом перекрестке 5 мая погибли четверо и два десятка украинских бойцов, получили ранения. Интенсивность боев росла с каждым днем. Славянск освободили в июле 2014-го. Вот эта теперь разрушенная больница была военной базой боевиков. И даже сейчас здесь все еще можно найти доказательства того, кто спровоцировал войну на Донбассе. Мы сегодня заезжали сюда, провели маленькую разведку и нашли вот такую куртку. Это явно куртка не украинского взросла. Тут телефон российского производника. Видно следы крови, даже до чем. Прошло уже два года, но фактически кровь даже не знала до чем до сегодня. Спустя два года после начала АТО задачи СБУ несколько изменились. Но главное – возможности у службы теперь на другом уровне. Альфа работает как хирурги, мы работаем точково. То есть, есть проблема в Авдееве, наш Альфа в Авдееве. Есть проблема в Станице Луганске, наш Альфа работает там. В СБУ отмечают, боевики в последнее время значительно активизировались. Об этом говорит и количество обстрелов противника по 70-80 в сутки. Тенденция спостерегается такая. Ворог наращивает свою присутность в районе Линезитни. То есть, с глубины он подтягивает свои силы ближе к линии Линезитни. И интересно, что в числе сил, которые подтягиваются, есть все больше и больше российских кадровых войсковых. Готовится ли противник к наступлению или давит психологически, сказать сложно. Но вот и сегодня, только в течение дня, зафиксировано 35 обстрелов боевиками украинских позиций. Ярослав Кричко, Игорь Сулий. Подробности, телеканал Интер. Похищение ребенка в Выжгороде было или нет? Сегодня утром местные подростки сообщили в полицию о том, что видели, как двое неизвестных в масках затащили девочку 8-9 лет в белый внедорожник Ниссан и скрылись в неизвестном направлении. В полиции открыли уголовное производство по статье «Похищение человека». По Киеву и области объявлен план перехват. А вот родители подростков, которые якобы видели, как похищают эту девочку, предполагают, что их дети могли сгустить краски. На данный час, работниками полиции, до работников полиции не надошла заява про сдыхнение или невидимое место перебывания малолетней дотины или неповнолетней дотины. Становляются работниками полиции. На данный час, отработаются территории, детские заклады, культура, школы. Мой сын не видит. Мой сын только видит машину, которая отъезжала. Что в эту машину посадили дитину, ее вкрали и повезли. Мы не имеем подтверждения. Можливо, это фантазии. Охота на сейф, нападение на инкассаторов в Запорожской области. Вчера около 7 часов вечера на выезде из Мелитополя неизвестные пытались ограбить инкассаторский фургон. Засаду устроили прямо на трассе. Чтобы остановить машину, открыли по ней огонь. Но забрать деньги не удалось. Четверо охранников закрылись в автомобиле. Тогда нападавшие облили фургон воспламеняющейся жидкостью и подожгли, а сами скрылись. В полиции инцидент не комментирует. По неофициальной информации, в сейфе машины было полтора миллиона гривен. Инкассаторы не пострадали. В Харькове прямо во время движения загорелась маршрутка с пассажирами. Водитель отреагировал мгновенно. Успел высадить людей, припарковать машину. Никто не пострадал. Огонь полностью охватил салон. Маршрутка сгорела дотла. Прибывшие спасатели тушили ее полчаса. По словам водителя, в машине загорелся двигатель. Соединенные Штаты намерены увеличить свое военное присутствие за рубежом. О каких конкретно странах идет речь и сколько техники и солдат туда отправят, об этом наш Сапкор в Вашингтоне. Тихон Зитко. Соединенные Штаты наращивают военное присутствие на разных направлениях. Одно из них Прибалтика. В Эстонию они направят 120 солдат и танков. Но произойдет это только в феврале 2017 года. Связано ли такое решение с потенциальной российской угрозой, не сообщается. Гораздо больше определенности с другим направлением, Ближним Востоком. Американское военное ведомство Пентагон предлагает в пять раз увеличить число бойцов спецназа, которые принимают участие в спецоперациях в Сирии. Контингент, о котором идет речь, 250 военных. Как передает СНН, Пентагон предлагает отправить дополнительных американских военных, чтобы помочь местным силовикам в освобождении городов Рака и Масул. Это в Ираке. От боевиков исламского государства. Если это произойдет, то не станет сюрпризом. Ведь в конце прошлого года президент Барак Обама отдал приказ отправить в Сирию 50 спецназовцев. И сообщалось, что количество их будет расти. Они координируют свои действия с местными силами. Но поскольку Рака, так называемая столица ИГИЛ, по-прежнему остается в руках террористов, то увеличение числа американских военных специалистов для решения этой задачи отнюдь неудивительно. Сихонзитко Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. В Даунинг-стрит захлестнули протесты. Митингующие требовали отставки британского премьера Дэвида Кемерона возле его лондонской резиденции. Причиной стало панамское досье, в котором фигурирует имя отца Кемерона. Ранее премьер рассказал, что до назначения на этот пост он владел акциями в офшорном фонде отца на сумму около 30 тысяч фунтов стерлингов. Но 6 лет назад он их продал. Сегодня, выступая на форуме консерваторов, Кемерон признал, что его первоначальная реакция на офшорный скандал была неверной. Да, неделя выдалась не лучшая. Я знаю, что я должен был справиться с этим лучше, и я могу справиться с этим лучше. Я знаю, что из всего нужно извлекать уроки, и я извлеку их. Панама Гейт лишил сегодня покоя и Сальвадор. Там прошли обыски в офисах панамской юрфирмы Масак Фонсека, которая оказалась в центре этого офшорного скандала. Как сообщили в генпрокуратуре Сальвадора, изъяты компьютеры и документы. Там считают, что в их стране офисы панамской фирмы могли выполнять роль операционных центров. И именно они обслуживали клиентов по всему миру. Кто устроил пожар в Калифорнии ради селфи и за какой пост в Фейсбуке пришлось уйти в отставку министру культуры Португалии? Об этом и не только в нашем международном обзоре. SpaceX впервые успешно посадила ступень ракеты в Атлантическом океане. Четыре предыдущие попытки были неудачными. В этот раз ракета отправила на международную космическую станцию корабль с грузом воды, продовольствия и научных приборов. А ее нижняя ступень таки приземлилась на платформу. Разработчики ликуют. Многоразово используя модули, они смогут значительно удешевить полеты в космос. Первую ступень надеются использовать до 20 раз. Один из номеров французского журнала «Мари Клер» запретили в Таиланде из-за статьи, которая затрагивает честь тайской королевской семьи. Все экземпляры номера, в котором она вышла, на территории страны конфискуют и уничтожат. Распространение порочащих сведений о монархах в Таиланде запрещено законом. За это можно попасть за решетку на 15 лет. Личный секретарь Уинстона Черчилля Энтони Брауни оказался биологическим отцом архиепископа Киндерберийского. Кто его настоящий родитель, Джастин Уэлби, установил благодаря ДНК-тесту. На него архиепископ решился после расследования журналистов. До этого духовный лидер англиканской церкви считал своим отцом торговца виски. Мать Уэлби подтвердила, до замужества у нее действительно была связь с Брауни. 10 миллионов долларов отсудила дочь американского актера Пола Уокера. Звезда «Форсажа» погиб в автокатастрофе в 2013-м. Деньги 17-летней Мэдоу Уокер по решению суда должна заплатить семья другого актера Роджера Родоса. Его признали виновным в ДТП. Он был зарулем на момент аварии и также погиб. По словам дочери, деньги лишь малая часть того, что мог бы заработать ее отец. Видеоселфи Кокулика 20 лет тюрьмы. Получил бывший пожарный Иша за поджог леса после того, как снял себя на видео на фоне пылающих деревьев и похвастался роликом. Пожар в горах Сьерра-Невада длился более месяца, а Гори Селфир признался, что организовал поджог именно он. Кроме тюремного срока, мужчина еще заплатит 60 миллионов долларов за причиненный ущерб. А вот министр культуры Португалии из-за записи в соцсети поплатился должностью. Жоао Суареш пообещал двум журналистам исцеляющие пощечины. В одной из публикаций они обвинили министра в некомпетентности, грубости и кумовстве. Комментарий Саареша вызвал шквал критики, а когда он получил публичный упрек от премьер-министра страны, подал в отставку. В Одессе начались мероприятия, посвященные 72-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Напомню, победу советские войска одержали здесь 9 апреля 44-го года. Тысячи людей приняли участие в марафоне и велопробеге под названием «Одесская сотка». Участники преодолели 100 километров по поясу славы. Это маршрут, который повторяет все этапы наступления советских войск и освобождения ими пригородных районов Одессы. Перед началом пробега участники мероприятия, среди которых были и политики, возложили цветы к памятнику неизвестному матросу. Для меня день освобождения Одессы, как для любого Одессе, это очень большой праздник. Я думаю, что если сегодня мы вспоминаем наших защитников, наших освободителей, то это очень важно для будущих поколений. Я думаю, в первую очередь для нас самих, чтобы мы стали немножко лучше. Наш эфир подходит к концу, но мои коллеги из подробностей недели прямо сейчас сверстают завтрашний выпуск. Давайте посмотрим, о чем они расскажут. Не пропустите в подробностях недели. Деньги уходят в тень. Кто-то ворочает миллионами, а кто-то сидит на шее у жены. Как прячут свои доходы министры и депутаты? В ИП-декларации. На что жили чиновники? Больше 10 тысяч гривен. На такую сумму можно нормально прожить. Миллионеров больше, чем тех, что живут на одну зарплату. Офшорный скандал. Он затронул президентов, премьеров и министров почти на всех континентах мира. Чего еще ждать от Панамского архива? Эксклюзивно от главреда газеты, который первая обнародовала документы. Ямы-кочки выбоины. Все Украина яма. Собирается ли правительство ремонтировать дороги? 14 миллиардов гривен. Рекордная за последние 10 лет сумма. На сколько километров хватит этих денег? Украинцы устали ждать обещанного. И сами берутся за ремонт. Глибы асфальту привез водиком сюда. Дырки, я их латаю. Не заплатил, отдай квартиру. Почему украинские суды выносят решение о конфискации имущества? Растет коммуналка, растут и долги. И как чиновники придумывают новые способы, чтобы выбить долги? Запрет человеку выезда за границу. А законно ли это? Главные темы откровенно в прямом эфире в подробностях недели ровно в 8 вечера в это воскресенье. Все главные события минувшей недели будут освещены в воскресном выпуске Дмитрия Монопченко. Уже с понедельника в этой студии для вас будет работать Алексей Лихман. А я желаю вам неожиданно хороших новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин